Всем привет, дамы и господа, и я решил поставить себе очень интересный и забавный мод на сталкер. Собственно, давайте посмотрим, что это за шняга такая, что эта фигня из себя представляет. И короче, поехали, чё я тут бред несу. Сталкер тень, вонючкий, да, по-моему. Ну что, господа, пошалим, погнали. О, выбор уровень сложности. Крыса читар из хустов. Витедеран. Вуссолянова. Дать заднюю. Даже не знаю, какой уж тут уровень сложности выбрать. Они все такие интересные, все такие забавные, веселые. Давайте я буду крысой читер из хустов. Я звать Саванючка. Какой хороший день. Какой хороший день. Какой хороший я. И членен нахуй, бля. Хочу губить. Веселиться. Баба каменеса. А еще смешные приключения. Ахахаха. Минус. Закадровый снег. Смотрите на заднем плане, дети. Это же настоящие Букаки. Самые реальные Букаки, которые не Хакаги, но Букаки. Этот Букаки настолько невебенно крут и просто охуелит, что наш главный герой решает стать одним из Букаки или даже самым главным из них. Что это было? Это действительно был реальный Букаки. Реальный Букаки. Крышечка, крышечка, крышечка. Крышечка, крышечка. Ахаха, это померить. Это могла темный дебил для всех стать Букаки на все лицо. Ура, ура, ура. Бесплатная рабочая сила, лол, хададад. Ай, менький, ювилер, ай. Чё хуйнявать? Крышечка, крышечка, крышечка. Ну чё тут в машине крутилки какие-то? Чего они делают? О, фейерверки. Смотри, минго, смешные цвета. Посмотри, лол, хададад. Ебин, а чё там такое летит на нас? Наверное же по твоей мамашке. Ахахахаха. Маммаху. Всё, ничего не описал. Бывай. А, ясно. Мне уже сразу заговорят, кто я. А, что? Два депутата? Хочешь сдохнуть? Сдохнешь? Да. Выполнишь для меня пару слов с ним. Хах. Заодно посмотрим, как, блядь, сука, блядь, пристерз. Сука, поймею тебя. Хе-хе-хе. А по твоей теме? Иди нахуй. Ты что, прида... М-м-м-м, да. Придётся отрабатывать. Сидорович, что с тобой сделали? Твою мать. Ты же там сидеть должен. А, это такой бинокль. Толку от него никакого. Что с тобой? У тебя офигенно большие пальцы. Ты весь растянутый какой-то. И башка у тебя вывернута. Господи. Надо с тобой побазарить. Вау, какая чудесная мышка. Хе-хе-хе. Тебя... Хе-хе-хе. Я думал, тебя... Хе-хе-хе. Чтобы твою задницу вытащить, мне пришлось свою напрячь. Ну и... Хе-хе-хе. С этим. Ну, кем будешь... Хе-хе-хе. В зону понесло. Ну, я вонючка. Я хочу стать Букаке. Ещё один будущий Букаке. Таких Букаке целая деревня собралась. Ты хоть понимаешь, как в зоне-то выживать? Чё тут? Нет. Ну, короче, чтобы здесь выжить, нужно получить уважение. В первую очередь от меня. Дай его... Кое-куда. И мы в расчёте. Эээ... Да пошёл ты, сумасшедший. Что тебе здесь надо, человек нехороший? Ну и больно надо. Эээ... Ты человек традиционной ориентации. Эээ... Так, это был первый проважный квест. Блин. Эээ... Вперёд. Пока. Офигеть. Здесь повсюду... Эээ... Ведмишелька. Ну, чё-то типа местного дошика, я так понимаю, да? Ну и где же ручки? Ну и где же ваши ручки? Давай посмотрим в ручки и будем гоготать. А, руки и... А, ну я понял. Я только сейчас обозначил внимание. Ладно. Чё, у меня ещё есть? Бинокль и болт. Привет. Как твои дела? Это же Нюша из смешаликов. Это Егор кто-кто-кто-кто? Егор Русак. Ух! Чем я кинул, погодите. Чё? Что происходит? Это что? Нет... Полового органа без добра? Так, давайте почитаем с другой стороны, может быть, чтобы было очевидно. И добра без полового органа. Согласен, наверное. А это что? Это огромный чайник, да? Мне страшно. Мне тоже. Здорово, салага. Как тебя звать? Я Вонючка. Хочу стать Букаке. А ты Лолк? Ага. Ну, что ты не дал... Что-то там... Сидадовичу? Уже говорит о том, что ты на правильном пути. Располагайся. Местечко для адекватных пацанов всегда найдётся. А почему Сидадович такой нехороший человек? Ну, раньше он с нами был. Тоже хотел Букаке стать. А потом его понесло на... Неадекватность. Вот мы его отдубасили и заперли в подвале. Слушай, сделай добро. Приготовь нам пацанский плов. А то что-то жрать хочется. Заодно и у костра по базаре. Блин, а как же его готовить? А то мне мамка всё время жрать готовила. Ну, блин, Букаке, а плов не знает, как готовить. Ну, ладно. Смотри. Берёшь сначала укропу, потом... Часть псевдогиганта. Часть псевдогиганта. 25 картошек, 17 мандаринок, ведро воды и... Секретный индигредиент туды. Охапку дуров и плов готов. Укроп у нас есть. Иди за... Частью псевдогиганта. Ничего себе! Как я псевдика убью-то? У меня же и пушки даже нету. Ну, тупых собак... Зафигач сначала. В зоне их очень много. Слабо болтом прибить. Ну, окей, а что делать? Пацанский плов, 1-4. Жабчанский. Пока. Это что? Это кто? Это памятник Ленину? Который держит Ленина? Который держит Ленина? Который держит Ленина? Который держит Ленина? Гениально! Так, здесь какой-то тудук. Плапать жмура. Конечно. Это я? Нет, это у меня. А у него ничего нет. Пакет ядовой. Воняет несвежим. Слегка мокрый. Это... Часто за неимением лучшего этот... Подибор. Смесь курятины, собачатины, бетона и резины. Завтрак, обед, завтрак, обед, завтрак, обед, завтрак, обед, обед и ужин. Сталкер. Ой, как мне плохо. Помираю. Лол, а чё, типа, скрючился? У тебя что, какие-то проблемы? Пока-то кровь хлещет аптечку. Да, я... Извини, последнюю в ухо запихал. На телах, посмотри. Ребята из нашей группы должны... Должны быть. Пока. А где ваша группа? Ваша группа где-то умидла в доширачных полях? Ты кто? Ты что? Ой, лагает чё это. И ещё лагает. Тут домик какой-то. А там трубачок, судя по карте. Амара дёрстывать? Дело в сталкере прям. Первая важность. Спасибо мистеру ПММцу за свинец и крепкие маслины. Чего? Основное оружие лошка. Маслины. Нормально. Можешь заплевать их косточками местного бомжа Виталю. Сейчас я всех уложу. Давай. Что-то как не за дна это, а? Теперь у меня есть маслины. На маслину. Нифига Владимир Ильич знает толк. Этот парень явно умеет отрываться. Посмотрите на него. Лах какой. Начинает расти во много раз быстрее, если втирать в него. Узнать в следующей версии мода. Интересно, интересно. Ну ладно. А пока мы должны отдать лолку. Задницу псевдо собаки, да? Приф. Вот задница. Чё дальше? Картошки где-то 25 штук, чтобы на всех хватило. Мы картоху обычно у вояк крадём. У вояк. А они нам не сделают тата-та-та. Ну, каждый букаке должен обладать навыком стелс-режима в реальной жизни. Болтов там покидай или так пройди. А они картоху обычно за бараком прячут. Справишься, короче. Пока. Кудова. Ты чё, успокойся. Ах, какой красавчик, а. О, Майнкрафт. Добываем дерево. Где бой? Ой, щас я себе тут хату отдыху дофаю. Офигеть. Мощно. Эх. Ой. А ты чё у них-то? А ты чё так, сумасшедший что-то? Это что такое? Это эмодзи обыкновенные. А, ладно. А вы чё злые-то такие стали? Ах. Всем привет. И сегодня, спустя тысячу лет, мы продолжаем прохождение мода сталкер-тень-вонючки. Не очень помню, что мы вообще тут делали, но постараюсь врубиться походу. Такс, я... Где я? Понятия не имею, где я. Но тут стоит чувак, и может быть мы с ним побазарим? Привет. А-а-а. Ну, весёлый чувак, сразу видно. Базарить я с ним не хочу. Ага, знакомая локация. Это же пати Лениных. Значит, где-то неподалёку должны быть собаки. Вот они. И умирающий чувак. Ох, как же мне плохо. Помираю. Лола чё типа скрючился? Чё, жопу скрутила? А, ну мы это проходили. Окей. Аптечку ему надо. Лол, давай мы будем тебе лечить твою жопу аптечкой. Ну как? Спасибо, друг, ещё бы чуток, и я... В общем, я твой должник. А что у вас вообще произошло? Да, с вылазки шли и напоролись на испанцев. Одного нашего сразу кокнули. Шустрого с собой волокли. Он им лапши навешал, что знает схрон с кучей артефактов. А я мёрзвым прикинулся, вот и обошлось. Эй, да с кем вы там? У тебя глюки, да? Я должен взять твой квест. Стоять! Эй! Ты куда? Куда тебя несёт? Куда? Господи! Стой! А побазарить? Я квест не взял! Стой! Я тебе колено подстрелю! Деревня Нубл... Что? Нублс... А... А... Это А! Деревня Нуба... А... Деревня Нубов, короче. А куда убежал чувак? А, вот она. Ты, Сидоровичу, оказывал интересные услуги? Нет, я что, дурачок, что ли? Ну и молодец, значит, ты норм, пацан. Добро пожаловать в деревню Нубасов. Будь как дома. Чтобы узнать, как тут движуха тусуется, спроси Лолка. Он тут запахана. Окей. А что можешь интересного рассказать? Еду я на силт страйдере. Везу два мешка риса, мешок скатла и пачку лунного сахара нелегалом. Попахивает скайримом, не находите? Навесом укрываюсь от дождя, града, пепельных бурь и моровых поветрий. Смотрю, стоит возле дороги какой-то чувак в мантии. Тел ванец, может быть, в душе, не знаю. Ну, я стараюсь растопорнул, помог забраться, спрашиваю, мол, куда тебе? Тот смотрит на меня аутистическим взглядом и рукой куда-то на восток машет. В моем направлении как раз. Ну, думаю, доедем до Горького берега, выпущу этого дурачка. Пусть сам идет. Едем мы час-полтора. Тут дорогу перебегает на четвереньках какой-то еще один чувак в черном броннике. И орет так, будто ему... Олитбис... Ну, ладно, не важно. Я, значит, под адмазан дал, что есть мочи, а тот ускоренный, продолжая отдать, побежал куда-то в сторону Аскадианских. Оборачиваясь на своего попутчика, мол, что это за фигня, не знаешь, а его нет. Как будто он и не садился. С тех подлумный сахар я не вожу, не хватало еще, чтобы опять какие-то дураки за мною вязались. История, конечно, офигенная, только я квест не взял. Я так и не понял, что произошло. Но напали на них испанцы, утащили одного чувака. А куда утащили, непонятно. Не успел. Итак, давайте включать мозг, которого у меня нет, но все же я попытаюсь. Мне нужно, как я помню, добыть картохи у военных. Знать бы еще, где эти военные, потому как я сталкер не проходил. И понятия не имею, где тут что находится. Может быть, авторы мода заморочились с картой? Я хоть что-нибудь смогу понять. Ох, какое хорошее название локации. Кстати, у нас Нокия. Легендарная, что ли, 3310? Мощно, мощно. И пофиг, что у нас позади еще один какой-то а-ля телефон. Здравствуйте, Владимир Ильич. Не подскажете, где тут база военных? О, они иишни сажарят. Прикольно. Я нашел атефакты. Это коричневая куча с розовыми линиями. Явно это какой-то атефакт. Такс. И еще более интересный атефакт. Это пакетик, на котором изображена конопля. Забавно. Такс. А тут я, кажется, был, но дальше не ходил. Может быть, это и есть лагерь военных? Все раздолбанно. Танк в небе. Ну да, это стопудово лагерь военных. Божечки, какая милота. Этот игрушечный автобус поможет вам выучить новый язык. Это русский, соответственно. А это... Я не знаю, что за язык, потому как в Сталкер я не играл. И я не достоин того, чтобы понять это. Вы агрессивны? Да, похоже на то. Но у меня есть оружие, против которого вы бессильны. Болт! Я положил болт на вас. Эх! Получаю, разбейник! Смерть! Фиг попадешь только этим болтом. Черт! Придется по старинке. Блин! Смерть! И вновь мы идем, потому что, что правильно, засейвится, забыл. Ого, какие интересные локации. А названия-то какие? Говорящие. Чувствую, мы тут либо огребем, либо встретим наших лучших друзей. Только сейчас обратил внимание на это дерево. Кажется, авария на ЧС повлияла не только на здешних завидушек. Идите сюда! Демоны! У меня болт! Болт, понимаешь? А без болта и жизнь не та! Такс, у меня есть патроны. В бой! Кудва! Согласен. Прикрой меня! Я тоже перезалю! Что это? Черт его знает. Это универсальный медицинский анальный набор. Использовать! Что? Нормальный пистолет? Не сегодня! У меня единственного из вас нормальный пистолет. Хе-хей! У вас не шанса! Что это? Ого! Вот это да! Вот это шотган! Фух! Кажется, это всё. Ленину Котодова два яйца. Ну, логично, а сколько ещё нужно? Эх, жалко, что шотгана я не затестил раньше, а ведь он был у меня в инвентаре. Мда. Привет. Привет, привет. А кто это говорит? А? Кто из вас остался жив? И где? Так, в любом случае это были не военные, а какие-то бандюганы потоклятые, которых мы аннигилидовали. Мощно. Да-да. Ладно. Зачистили? Вообще-то зачистил один я. Привет, красавчик. Вот это спасибо, брат. Вот это выручил. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Флешку вы... Флешку дай мне. Я отвернусь, а ты пока доставай её. Есть такое дело. Эти олухи обыскать толком не умеют. А ладно, забирай. Ты мне как-никак жизнь спас. Она была надёжно спрятана, а эти быки даже толком обыскать не умеют. Ты это сказал уже два раза. Ладно. Так значит, ты всё-таки её мне дашь? Не боись, я давно на торговца работаю. Прятать инфу учёным. Кстати, я конкистадором наплёл про схрон с артефактами. Так они одного туда отправили. Схрон там действительно имеется, только артефакт там всего один. Если хочешь, дам тебе координаты. Ну ладно, давай. Только не забудь, там заведья всякого много. И Спаниола, который туда отправился, Тоже не с совочком. Так ты будь осторожен. Спасибо, хозяйший кусок нехорошего человека. Нормально так. Я ему жизнь спас, а он меня. Ну ладно, по крайней мере он выдал нам какую-то флешку, Которую мы должны отнести. Хыч! Флэшбек из Rainbow Six. Хыч, 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 хыч. Иду туда, не знаю куда, ищу то, не знаю что. Прямо как в русской сказке. Хотя нет, я знаю что я ищу. Я ищу картофан. Ну иди сюда, иди сюда, давай. Так. Здесь колючая проволока, через которую, я так понимаю, мне не перейти. Ладно, тогда давайте вернемся в лагерь, наверное. Так, я же тут был? Да, я определенно здесь был. Это не забыть. Хотя стойте. Подождите, они же образуют стрелку. Автобусы, эти две машинки. Она указывает на стену. Может быть стоит сюда зайти. А здесь смайлик. Просто смайлик. И взять его я, к сожалению, не могу. Кто-то сказал привет. Ого, бидончик. Интересно, с чем. Хотя, наверное, лучше и не знать. Короче говоря, стрелочка из машин меня наколебала. О, чувак. Привет. Что? Это Сидорович под прикрытием. Точняк. Слышь, Ванючка, хочешь испытать новые ощущения? А давай. Новое задание. Интересный препарат. Получен предмет. Препарат для развлечения. Интересно. Толик? Но это же не Толик. Что ты мне дал? Ты смотри, открываешь, смотришь на него и два раза пальцем тыкаешь. Я сам не знаю, как эта чертовщина работает, но потыкай, лол. И приходи еще, будешь моим постоянным единственным клиентом. Ну ладно. Пока. Ух, а меня тут аномалия бьет. Я уж боялся, что совсем откинусь и не успею дочитать диалог. Но, слава богу, все хорошо. Привет. Еще один. Ах, Сидорович, ах, проказник. Пожалуй, на этом мы закончим вторую серию прохождения данного мода, потому как я затупил и мне нужна ваша помощь. Короче говоря, пишите в комментах, куда мне нужно идти, чтобы найти базу военных и украсть у них картоху. Хотя, со вторым я и сам разберусь, наверное. Просто скажите, где находится эта самая база. А я пока вернусь в деревню Нобасов, засейвлюсь и будем надеяться, что следующая серия выйдет не через год. Да. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видеоролики. Всем удачи и пока. Увидимся не через год. Всем привет. Сидорович, чтобы узнать. Видимо, чтобы узнать, что это. А, это препарат для развлечения. Ух, подсонов нет! Та-та-та-та-та-та-та! Ладно, предлагаю разбираться с препаратом для развлечения чуть-чуть попозже, а пока что пойти и выломить военному. Эти буяны окаянные должны поплатиться за всё. Получай. Не, ну серьёзно, я настолько косой, что ли? Отхвати болта! Ну же! Эээ! Всё? Это кто у нас вот такой красивый? Не знаю, зачем я это сделал. Просто так. Так. А, это что? Копыта кабана. Бывает. Это был кабан. Постепенно изучаем чуднобольскую фауну. Ну, или флоту. Так, это годошек поменьше. Генномодифицированный годошек корпорации Бандюэль для пробития задницы невзучих сталкеров. Так. Это хлебокот? Что? Вы, наверное, подумали, что я хлеб. Но я не хлеб, я кот. Не ешьте меня. Съесть. Не ешьте меня. Но я его съел, да? Бывает. Затвор передергивай. А, затвор передергивай, наверное, имелось в виду. Ого! Кажется, стелс в реальной жизни накрылся уже сразу же. Ну и ладно, я всё равно не очень хорошо стелсю. Не бейте, мужики! Я должен использовать ректальный набор. А, ну аптечку. Ладно, какая разница. Всё, я передумал. Что это? Втулка Зева? Бумага закончилась, а втулка осталась. Зачем выбрасывать? Зачем смывать, если можно её просто сожрать? Втулка осталась. Кватию-тию-тию. Ещё дозочек. Втулка осталась. Кватию-тию-тию. Втулка осталась. Кватию-тию-тию-тию. Втулка осталась. Ну, видимо, втулки от туалетной бумаги достаточно питательны. Даже хп восстанавливают. Читер в кустах! Умирай давай! Эх! Нерадость туриста. Консервы с расстрашенного сталкерами армейского продовольственного склада. Срок годности истёк 20 лет назад. При попытке съесть требуется выполнять облегчение в ближайших кустах. Не справились вы с силой моего болта. Ну, вы понимаете, о чём я. Ну дайте я картоху заберу и всё. Зачем нам размениваться горохом? Обязательно. Да-да, на землю, конечно. Я лжу автомат на землю, а вы мне горох в задницу пихаете. Не-не-не, знаю я вас. Чё тут возьми? Сделаем вид, что я этого не видел. Вау! Какой у вас тут красивый матрасик. Ребят, давайте так. Я бросаю оружие на землю, как вы хотите, а вы мне картошку, а? Где она? Проклятые вояки, всё сожрали, походу. О да, я нашёл картошку. Тихо взял и ушёл. У нас там ачивочка вроде, да? Ну да, ну да, очень тихо. Но зато я могу гордиться собой. Я в одиночку зачистил всю базу. Да, этого мне не хватало. Привет. На, держи, что дальше? Теперь 17 мандаринок. А где же я тебе их найду? Ну, в штанах покопайся, или у нубасов попроси. Вдруг у них есть? Пока. Ну ладно, давайте попросим у нубасов. Привет, покопайся в штанах, пожалуйста. Окей, сейчас на. Спасибо, всего хорошего. Я нашёл, да? Всё, достаточно? Дальше что? А теперь готовь. И это, если чё-то не так сделаешь, то ты позор нашей деревни. Ну ладно, давай начнём. Итак, в каком порядке ложить, класть будешь? Варианты, конечно, все интересные. Но какой же правильный? Ну, наверное, по рецепту. Задницу псевдогиганта. 25 картошек. 17 мандарин. Ну и начинаем. Ой, дурак. Сказано же было, как надо правильно. Всё, иди отсюда. Ладно, по рецепту делать нельзя. Окей, давай тогда вот это выберем. Кладём всё пофиг в чан с бульоном и помешиваем поварёшкой. О, наш пацан. Айда, с нами плова пожрём. Продолжение в 0.03. Всё что ли? Или у меня старая версия мода? Зараза. Ладно, окей, тогда увидимся чуть попозже. Ну, для меня попозже. У меня снова проблемы. Прошёл уже час, но я как ни пытался, но почему-то устанавливается версия 2, хотя написано, что это версия 3. Короче говоря, я, пожалуй, займусь этим попозже, в следующем ролике. Ну, а на этот ролик у нас ещё есть, собственно, чем заняться. Давайте же затестим препарат для развлечений. Итак, съесть. Короче говоря, меня нехило так торкнуло, и что тут было, я вставлю в самый конец ролика. Да для того, чтобы если вдруг YouTube решит сделать мне ата-та, то я всё это дело вырезал, и при этом смысл видео не потерялся. У меня доделась гениальная идея. Нет, не посмотрите в бинокль. Хотя это будет не лишним. Ну, где же ваши ручки? Короче говоря, давайте навестим Сидотовича. А то мы забыли совсем про мужика. А ведь он практически символ игры. Привет. Привет. А вы тут откуда? В Нубасы? А это что? Это бутылка с колёсами? Шатать дверь? Ого! Я в бутылке. А как ездить? Завести машину на Аш? И на Ф3 вида третьего лица. Офигеть. Тысяча извинений. Да что ж тебя так колбасит-то? Я еду на машине. В Сталкере. Ну, хоть эта машина-бутылка, которая работает на... На змея. Короче. Возле аномалий будь наденна внимателем. Ты что, Дуной? Какие аномалии? У меня тут бутылка-мобиль. Вау, тут много бутылка-мобилей? А чешуеть? Ладно, мы к ним очевиднёмся. Давайте только на себя глянем. Для начала. Ну... По крайней мере, мы не выглядим, как сумасшедший. Торжественный объезд деревни Нубасов. Их, торжественный объезд. Ну же. Ладно. Этот транспорт непригоден. Ух! Что? Ясно. Чё-то я как-то не замечал вот этой вот детали у Ленина. По-моему, раньше этого не было. Почему-то, когда я обращаюсь к Лолку, ничего не происходит. Но бутылка-мобилей ведь не было. И у Ленина ничего не горело. Да. Или я уже запамятовал. Так. Где? Ой, ну что за машины они не стали делать, а? Совсем автопром не развивается. Увы, бутылка меня не принимает. А где Лолк? Где все? Ребята? Есть кто? Народ? Фух. Загрузка своего помогла раскрыть дело о пропавших сталкерах. Можно спать спокойно. Вы с кем-то воюете? Я помогу. Мой болт всегда готов. Как и мой горох, конечно же. Пожалуй, на этой прекрасной ноте, в этой чудесной кампании, мы и закончим третью серию наших похождений. Постараюсь к следующему разу всё-таки установить мод третьей версии и продолжить сюжет, соответственно. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Но вы это и без меня знаете, собственно. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok